На Монастырском острове в Калязинском районе состоялась церемония освящения креста колокольни Николаевского собора. В чине церковного освящения приняли участие прихожане и, конечно, сами реставраторы. Тему продолжит наш корреспондент. Реставрацию проводили в мастерской в Истринском районе Московской области. При демонтаже креста было видно, что он и яблоко частично утратили свое покрытие и блеск. Часть поржавела, а в некоторых местах были прострелы от оружия. По свидетельствам очевидцев, сохранившихся в Калязинском краеведческом музее, в послевоенные времена по кресту целенаправленно стреляли, пытаясь его сбить. Конечно, он был потерт. Потом там было много надписей. 1964 года люди туда лазили, оставляли свои автографы. Там Миша и Вася были здесь. И он весь был исписан. Потом были оторваны вот эти вот, это заново изготавливались. Но люди реставрировались вот эту центральную часть с лучами. Потому что лучи все были сломаны. На одном только сохранился луч, по нему восстановили остальные все лучи. Специалисты провели работы по очистке, реставрации поверхности, грунтовке и золочению сусальным золотом. Восстановили утраченные детали и элементы, украшающие крест. Кроме того, на нем сохранились важные исторические надписи о людях, которые участвовали в его изготовлении и установке. Мы совершили великое дело, духовное и общественное дело. Мы осветили крест, который является язвой для беса и является красотой церкви, украшением нашей местности, украшением нашей святой колокольни и святой реки под именем Волк. Уже вскоре после работ по монтажу кровли и шпиле крест будет установлен на колокольню. Я считаю, что сегодняшнее событие имеет огромное значение в нашей жизни. В этом году начинается реставрация колокольни Николаевского собора. Крест как раз снятый с колокольни, он отреставрирован, освящен сегодня отцом Амброси и будет установлен на колокольне. Сейчас на реставрации в Москве и большой циферблат, от которого практически ничего не осталось, кроме основы. Но все будет восстановлено в первозданном виде. Специалисты изучают все имеющиеся исторические материалы по колокольне. И вскоре знаменитый памятник предстанет перед взором жителей и гостей Калязина во всем своем великолепии. Будто 220 лет назад.